Уважаемый Александр Григорьевич, Брест подключен. Сегодня уборочная площадь у нас 346 тысяч гектаров и 65 тысяч гектаров. Это РАПС. В уборке будут участвовать 1350 зерноуборочных комбайнов. В этом году мы приобрели 95 новых и 45 отремонтировали капитально за счет бюджета. Все комбайны сегодня исправны и прошли всех осмотры. Средняя нагрузка сегодня составляет 260 гектаров, а с учетом РАПСа 305. Хозяйство все обеспечены механизаторами, автотранспортом для перевозки зерна. Обеспечено наличие запасных частей. 384 зерносушильных комплекса позволят доработать зерно в оптимальные сроки. Вопросы обеспечения топливом и его оплаты сегодня решены. Завершена подготовка складов к приемке и размещению зерна, также элеваторы. Решены другие организационные вопросы. Питание, закрепление ответственных, пожарное прикрытие, уборка урожая в личных подсобных хозяйствах. Определены районы и хозяйства, которым будет оказана помощь. Что вы видите вот особенностей нынешней уборки? Александр Георгиевич, полеглость она есть, но она не критична. Мы декларируем 2-3 процента, критическое такое. В целом посевы мы уберем как положено и без потерь. На это мы настроены. У меня есть одна просьба, если возможно, ее огласить. Александр Георгиевич, вот на примере этого года мы приобрели 95 комбайнов. Это хорошая для нас, самая большая цифра за последние годы. Если можно предусмотреть в бюджете страны, нам необходимо по техническому состоянию каждый год покупать 100 комбайнов. Рационально сегодня для Брестской области 12-18 КЗС по 100 комбайнов. Это цена вопроса 45 миллионов в год по лизингу, но не в ущерб другой технике. Это позволит нам сократить сроки еще и уменьшить количество комбайнеров порядка до 20%. Хорошо, Юрий Витальевич, в этом году мы уже тебе ничем не поможем с этими комбайнами и с денежными средствами. Но в целом, губернатори это слышит, мы проработаем этот вопрос вместе с вами. Урожайность, вы видите, что опять-таки выше прошлогоднего. Если погода не подведет, 95% мы уберем к 10 августа. Понятно, Юрий Витальевич, спасибо. Я хотел бы услышать, это принципиально Гомельскую область. Иван Иванович, у вас что происходит? Что у вас в поле? Какие сдвиги произошли при новом губернаторе? Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич. В сельскохозяйственных организациях Гомельской области сегодня на полях 434 тысячи гектаров зерновых, зернобобовых вместе с кукурузой. Это плюс 52 тысячи к уровню 2021 года. Что касается колоссовых зерновых и зернобобовых, 347 тысяч. Это больше к уровню прошлого года на 8,5 тысяч гектаров. Мы ожидаем валовый сбор колоссовых 1 миллион 58 тысяч. Около 30 центнеров урожайность с прибавкой около 270 тысяч тонн. На сегодня убрана озимая сурепица. Идет уборка озимого рапса. Что касается уборки, сегодня 11% убрано, 38 тысяч гектаров, намолочено 100 тысяч тонн. Уважаемый Александр Григорьевич, область сегодня готова к уборке хлеба во всех хозяйствах, во всех районах. Я думаю, что гомельчане не подведут и достойно уберут хлеб. Есть один вопрос, если можно его задать. Да, пожалуйста. Осень очень напряженная, уважаемый Александр Григорьевич. Нам предстоит посеять, мы увеличиваем на 40 тысяч гектаров озимый сев, убрать 215 тысяч гектаров кукурузы на силос, 75 тысяч на зерно и поднять зябель 300 тысяч. Это практически 30 тысяч тонн топлива. Топливом поможем. Договорились. Возьмите на контроль. Спасибо. Я считаю, что ситуация у них под контролем. К уборке приступили. Готово, идет организованно. Завтра проведем облсполком, еще посмотрим, может, какие-то детали пошли. Юрий Викторович, я очень хорошо представляю, что мне и нужно, как президенту, ситуацию в целом по стране и в разрезе областей. Я понимаю так, что и Бог велел Минской области работать так, как надо. Не без проблем, у каждой есть проблемы. Но минчане должны справиться. Минская область вместе с Минском. Я их не разделяю. Гродненская область способна работать. Я не говорю, брыщане молодцы, или я преувеличиваю, вроде Шулейко там, Юрий Викторович молодец в этом плане, он смог организовать область. Могилевчане вытянут тот уровень, который нужен в этом и будущем году. Ну, может, небольшая помощь нужна им. Но больше всего меня настраживает Гомельская и Витебская области. Так вот, я к чему? Что, говоря о Гомельской области и думая о Гомельской области, я вижу там вас и Крупко. И я помню ваше обещание, что вы вдвоем, ну и подчиненные там кадры, область выведите на нормальный уровень. Я хочу, чтобы вы это помнили. Для этого надо использовать все. У нас самая сложная ситуация, если в целом взять, в Гомельской области, там и погода, и засуха, и еще что-то. Это объективные вещи. Там сейчас дает себя знать вот этот ажиотаж чернобыльский. 30 лет прошло со времен Чернобыля, 30 с лишним лет, да? А все-таки отзвуки очень прилично сейчас слышны. Да, Гомельская область восстанавливается с точки зрения Чернобыля, но все-таки еще остатки эти есть. Это тоже объективная вещь. Но и есть очень серьезные недоработки. Нам надо, Иван Иванович, определяться там, вы специалист, окончательно по севооборотам. Надо вместе с учеными наконец-то определиться, что там возделывать, какие культуры. Но это же не дело, что Гомельская область получает урожайность там рапса 20 сантиметров, ну, образно говоря, 20 сантиметров и около 30, но постоянно ниже 30 зерновых. Что это за урожайность? Поэтому вместе с учеными надо определиться, что там возделывать. Решили озимый клин увеличить? Увеличивайте. Озимый ячмень, вот Иван Иванович говорит, будет увеличивать там в 6 раз. Это не потому, что я требую этого. Я не требую. Это дело ваше. Я просто вам демонстрирую, что озимый ячмень может дать хороший урожай. И для Гомельской области, мне кажется, это очень важная культура. Там всегда не хватает влаги. Как и в других местах? Ну, так влага в почве когда больше всего присутствует? По весне. И если озимый ячмень посеять, он рано наливает, воспевает рано. К концу июня мы уже можем иметь спелый ячмень. Это тот момент, когда еще влага в Гомельской области есть. Или в каких-то хозяйствах на песках. Поэтому это очень важно определиться, что мы будем там возделывать. Ну, естественно, помочь промышленность, как ты говорил. Промышленность лес в руках Крупко и твоих. Витебская область меня очень настораживает. Ну, а какова ситуация в Витебской области? Пожалуйста, Игорь, вы и доложите. Что касается вообще в целом дальнейшего развития, на что мы делаем упор? Конечно, на Витебщине надо делать упор. Сейчас на травы имеется большая возможность, потому что у них существует этот технологический разрыв. Если в Бресте уже надо все вместе делать, все виды работ, на Гомельщине, то в Витебщине на сегодняшний день до зазревания зерна фактически еще 7-10 дней есть. И в этот период времени, мы вчера на этом акцентировали внимание, надо максимально набрать травяные корма. Что касается производства молока, Витебщина вышла в четверку областей, которые превысили стопроцентный уровень прошлого года. Они на сегодняшний день доят более 101%, и я не вижу пока никаких предпосылок для того, чтобы они снизили. Свиноводство планируем все-таки выйти на 100%, ну и, соответственно, крупнорогатый скот. Поэтому, я думаю, однозначно Витебская область и по отрасли животноводства будет выше 100% по итогам года. Мы ставим для всей страны 104,5%, 103,8% по итогам 9 месяцев, это просматривается у нас в целом. Ну и что касается Витебщины. Наверное, технически, вот мы сегодня с Леонидом Константиновичем, откровенно говоря, тоже обсуждали тему готовности. Да, наверное, некие огрехи у нас есть по готовности техники. Наверное, стопроцентный результат это стремление из года в год сделать. Но то, что сегодня подготовленная технически Витебская область, такого не было никогда. На сегодняшний день. Я хочу, чтобы вы при оценках и рассуждениях помнили элементарное. Вот милиция получила задание, поручение. Если не будет обеспечено нормальное хранение техники, даже пускай не рассчитывают на то, что мы будем помогать. Техника очень дорогая. И трактора, и комбайны, и энергонасыщенные. И если там нет машинного двора и возможности обслуживать эту технику, нету десяти или пяти классных механизаторов, вы даже не просите. Вплоть до уголовной ответственности. Мы вас будем поддерживать по технике, по минимуму, потому что нам надо заниматься, государству надо заниматься своими вопросами. Прежде всего, мелиорацией. И вы это чувствуете больше, чем кто. И поддерживать по технике, по минимуму, будем только тех, где научатся хранить эту технику. По топливу мы в этом году постараемся помочь. Но имейте в виду, это не благотворительность. Я не хочу здесь допрашивать и спрашивать. С Гродненской и Могилевской области мы недавно с губернаторами встречались. Обсуждали их проблемы в Гродненской области. Я буду в ближайшее время. Мы посмотрим там, что нового Владимир Испанович придумал. Будем мы встречаться еще раз на Могилевщине. У нас есть определенные вопросы, что касается Минской области. Минщина это не просто область, это полстраны. Если Минская область работает хорошо, значит будет хорошо и стране в целом. Топливом и деньги, ну, наверное, это второй вопрос, это святое. Мы при всех сложностях постараемся оказать вам поддержку, чтобы вы вовремя рассчитались с поставщиками. Я вам просто обещаю всем губернаторам, что ресурсы денежные вы получите. Для того, чтобы рассчитаться с крестьянами. Никакой задолженности перед колхозами и совхозами, будем говорить по-старому, фермерами, сельскохозяйственными предприятиями. Задолженности быть не должно. Это ЧП, комитет госконтроля возьмет на контроль этот вопрос. Это чрезвычайное происшествие, если мы вовремя не рассчитались с крестьянами. Я прошу, чтобы министр финансов это услышал. Снимайте с любых статей, вносите предложения, но за хлеб надо рассчитаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!